Я не знаю как кто, а я уж точно махровый любитель в области геомет Гелоданг. Тем не менее, как любитель, я влокнулся на интересную задачу и хотел её, по крайней мере, озвучить. Ну, мало ли, найдутся какие-то умные люди, которые скажут, как это сделать лучше, и как это вообще сделать. Суть в чём, есть вот такой отличный формат. Вот такой был, например, X. Непоподобное, как вы можете знать. Формат, который в своё время разрабатывался как замена чему угодно для беспотерянного хранения изображений. Какие мы знаем изображения в географии? Мы знаем карты, мы знаем хитмапы. Господи, все любят хитмапы. Мы сегодня сколько на клавах видели с хитмапами. У хитмапов есть одна проблема. Хитмап хорошо выглядит, когда мы на него смотрим. Но хитмап очень тяжело использовать, потому что он же сделан для того, чтобы на него смотреть. Но некоторое время назад, изучая спецификации по расширению формата Portable Uniform Refix, я вкручал на такую вещь. Оказывается, какое-то время назад тот коллектив, который работал над форматом, добавил расширение, которое позволяет описать машиночитаемым образом тот же хитмап. То есть это может быть как натуральный хитмап, то есть какой-нибудь там снимок термографический. Либо это могут быть какие-то там визуализированные данные. И описать их вот таким вот хитрым образом. Там дальше идут формулы, как это пересчитывается. Что вот эти вот данные могут быть прочитаны. Хотя они вроде бы для того, чтобы на них смотреть. Я подумал, что вообще говоря, вот раз эти данные есть, раз они могут быть на карте, то их надо бы географически привязать. К сожалению, в PNG нет стандарта никакого на привязку изображений к карте. Какие у нас вообще есть форматы на привязку? У нас есть... Хорошо, в PNG есть один... Нет, в PNG его пока нету, но есть формат, который сейчас в рассылке идет обсуждение, чтобы его принять. Лучше бы этого не произошло, потому что это формат EXIF. Привязка PNG там... Привязка PNG там выглядит примерно так. Или провод отходит. Выглядит примерно так. Мне в свое время вот второй строчки, вот этой, мне хватило для того, чтобы понять, что вообще, наверное, так делать не надо. То есть записывать знак широты буквой N или S, это уже хорошо. Да, так, дальше, соответственно, идет буква V или E. Ну, вообще, формат хорош для того, для чего он используется, для обозначения просто точки, где был сделан, где была сделана фотография. Но если мы попытаемся его использовать для чего-то более сложного... Да, примерно это и происходит. У нас есть, на самом деле, для PNG есть такой вот формат, при помощи файла, положенного сбоку, у нас есть World File. Есть для всего. Он есть для всего. Он есть для JPEG, для которого уже есть EXIF. Он есть для PNG, он есть... Да для чего вы хотите, для того и есть. World File это вообще отличная штука. По крайней мере, пока вы находитесь в двух измерениях и одном угле. Тем не менее, суровые люди, которые работали над таким форматом, как TIF, почему-то решили, что этого недостаточно. Ну, кстати, у World File есть одна ужасная особенность. Я вот об этом долго не знал, пока не начал заниматься. Оказывается, World File работает в системе координат UTM, при этом никогда не говорит, в какой полосе он заходится. И это значит, что World File это очень удобная вещь, когда ты привязываешь заранее по месту, но очень неудобная для того, чтобы просто взять, откуда ты снимок, и чтобы программа его сама кинула на карту. То есть, когда ты руками привязываешь отлично, увеличиваешь, он поставил тебе точность. Но когда ты пытаешься сделать что-то автоматически, вот, все то, о чем говорил Лев, оно становится невозможным. Ты должен каждый раз дополнительно прописывать в какой-то полосе. Вот, поэтому продвинутые люди сказали, что вообще это делается вот так. То есть, полное преобразование координат выполняется по матрице в трехмерном пространстве, по четырехмерной, матрице 4х4 в трехмерном пространстве. Таким образом, у нас описывается формат GeoTeg. Это матрица преобразований, и это не очень стандартизированная в остальных местах система описания системы координат. То есть, там есть какое-то количество GeoTeg, которые описывают взаимосвязь между той системой координат, которая используется на изображении, с системой координат, которая с землей. Что-то там есть. Я, в общем, подумал, что это все, конечно, хорошо, но GeoTeg, кстати, для справки, я вот не помню, принимался в 95-м году. Последняя ревизия. Это значит, что все, что произошло за последние 20 лет, GeoTeg пропустил. Ну, может быть, не надо было. А может быть, и надо. И я попытался сделать для формата PNG совершенно структуру. Я еще раз повторюсь, я подошел к этому как абсолютный любитель. Я пытался сделать ее с нуля, поэтому это третья попытка. До этого я несколько раз пытался это описать. В том числе на одной из прошлых схемотехник Хакатоне я долго над этим работал, долго понимал, что мне нужно вообще для того, чтобы описать привязку. Что я попытался сделать? Какими принципами я попытался руководствоваться? Чего мне не хватало в GeoTeg? Во-первых, мне в GeoTeg не хватало того, что GeoTeg описывает всегда матрики. Это значит, что метаданные у нас не говорят ничего на самом деле о снимке. Они говорят просто о том, как пересчитывать координаты. Но если мы говорим, например, об EXIF, это очень плохой формат для привязки данных. Но он очень хороший для того, чтобы описывать снимок. Он говорит, где мы стоим и что мы снимали. GeoTeg наоборот этого нам не говорит. Поэтому я попытался описать, воспользоваться не матрицей преобразований, а описать те же потенциальные преобразования, но уже через углы. То есть я попытался описать. Потом второе, что я попытался сделать. Я попытался сказать, что за 20 лет что-то произошло и систему координат у нас может быть востребована не только в отношении Земли. Я открыл отличный. Который написан на 20 лет позже GeoTIF. Поэтому все, что прошло за 20 лет, по крайней мере этот формат хоть как-то взял. Это формат так называемый VKT 2.0 для систем координат. Он, что характерно, я сейчас попробую найти. Он, в отличие от всех ранее упомянутых мной форматов, позволяет работать как с основанной на Земле системой координат, так и с любыми другими. В общем-то, что хотим, то и записываем. Мы можем описывать системы координат геоцентрические. Мы можем описывать марсоцентрические системы координат. Никто не запрещает. Мы можем описывать локальные системы координат. Если я описываю автомобиль, меня не волнует, где он на Земле стоит. Меня волнует, где на автомобиле находится моя деталь. мы можем описывать системы координат в изображениях, если мы делаем, например, экспликацию. То есть мы делаем какой-то тайл, и мы хотим знать, где на карте, откуда с карты он был взят. Система позволяет отлично описать все. Ну и там параметрические, то есть мы можем описывать через систему координат такие вещи, как ну, собственно, значения. То есть это могут быть как хитмапы, так и просто наше положение в системе координат и давление. На каком уровне давления мы это снимаем. Какая была погода? Сколько градусов было на улице? Потому что я исходил из того, что мы вот как устроен тут на год в минуту, как устроен ПНГ, кто не знает. ПНГ устроен он хранит набор так называемых чанков. Это структура данных. Этих чанков для каждого типа чанков может быть один, если это описано, может быть несколько. Если мы можем описать несколько точек привязки, мы можем привязать наш снимок. классическая задача для геотипа просто поставить некоторое количество пар. Потому что не знаю, сколько видно, я попытался описать что? Я попытался описать каждая точка, каждая система кривиат говорит о том, какие внизу прохучу, да, о том, что мы вообще описываем, какие, каким координатам на изображении соответствует то, что мы описываем, в какой системе координат мы это описываем, внешний, и соответственно n координат, потому что их может быть одна, может быть две, может быть три, а если мы используем смешанные системы координат, то может быть, наверное, произвольное количество. Мы можем описать систему координат, которая будет по первой оси, ну там иметь три стандартные оси, четвертая осью давления, пятой температуру, шестой, не знаю, глубину. если мы погружаемся под воду. И дальше я говорю о том, что мы должны описать положение нашего изображения в пространстве. Я, поскольку отказался, принципиально хочу, чтобы это были углы. Почему? Потому что углы могут описывать положение нашего снимка, даже если мы не описываем преобразование координат. Мы можем просто сказать камеры, камеры не ука, Я это снимаю вот так, я это снимаю вот так, я это снимаю вот так, в каком направлении у меня смотрит телефон. Для этого я использовал такую страшную, но, возможно, известную всем штуку, как углы Тейта Брайана. Кто-нибудь знает, что такое у Тейта Брайана? Никто не знает. Хорошо, если я скажу слова крен, тангаж и высканье. Это то, что сенсоры выдают, да? Нет, это описание. Это не обязательно то, что выдают сенсоры. Это то, как мы хотим описать систему. Вот мы летим на самолете, да? И у нас есть три угла поворота. У спутника и у машины на самом деле тоже. Просто для машины эти системы будут завязаны на положении плоскости. Более того, надо заметить, что фактически мы описываем, когда мы описываем в точку привязки, для точки, не для положения снимка, не для положения камеры мы можем это описать, точно так же мы можем это описать для снимка. То есть вот в той точке, о которой мы говорим, какой наклон поверхности? Мы фактически таким образом будем задавать то, что называется касательное пространство. Когда я говорил о системе координат, кто-нибудь знает, что такое ICRS? это международная сейчас нет, международная система координат созвездий. Celestial систем. Определяющее положение нет, она определяет положение всяких звезд относительно нашей Земли, разворачивая оси за счет известных квазаров. то есть поскольку мы говорим, что у нас мы можем позволить себе описать как инженерную систему, как локальную систему, все что угодно, на что мы сослались, мы можем делать снимки звездного неба и для каждой звезды подписывать машиночитаемым соответственным образом и точку, и точку, и разворот. Значит, к сожалению, вот я вернусь, наверное, даже к этому снимку, в чем у нас проблема с углами? Углы у нас не дают сделать одну вещь, они не дают развернуться. если мы разворачиваемся при помощи углов, у нас меняется местами левое и правое. То есть мы не можем позволить себе в англоязычной терминологии это называется правилом руки, рукость системы поменять, то есть отношение направлений осей. поэтому, когда я описывал, я был вынужден определить некое стандартное направление и добавить вот такой вот пункт, что мы можем инвертировать оси координат тогда, когда мы описываем соответствие пар. Ну и добавляем локальный масштаб в каждой точке. Если мы говорим о какой-то космосе, мы можем понимать, что у нас в каждой точке может быть разный масштаб. Просто за счет того, что у нас пространство будет неоднородным. Да, я помню на прошлой вот сейчас нет, Илья, ты не помнишь участников схемотехники Хакатона? Тут сейчас особо народу нет с Хакатона, да? Я просто помню, что там мне задавали вопрос, когда я на первый черновой версии работал, можно ли описать любой космос? Вот за счет того, что сейчас я сделал локальный масштаб касательное пространство, можно. Да, я сейчас нарушаю то, о чем говорил Лев. Я изобретаю новое. Но я изобретаю новое, потому что мне стало тесно в старом. Я очень надеюсь, что кто-нибудь мне в этом поможет. То есть вот таким вот образом получается, что если мы задаем точку в межзвездном пространстве, то в какой-то эпсилон отрезности этой точки мы говорим, что условно принимаем пространство плоским. Значит, если мы смещаемся на полпикселя по оси, мы там задаем масштаб, что полпикселя по оси это столько-то километров. Вот в этом, для этой, для этой, эпсилон отрезности этой точки. То есть ты просто сказал, у меня здесь до звезд родился давай год и... Нет, я не сказал, сколько у меня до звезд. Я сказал, что у меня вот в этом месте снимка находится. Я не знаю, сколько до него я сказал, где она. Ну, что на карте приводит пространство плоскости и существует локальный масштаб. Я не знаю, что на карте вокруг это для каждого. Нет, ну, то есть я сказал, что локальный масштаб может быть определен для... может быть определен, может быть описан. Дело в том, что в PNG Extensions уже описано понятие глобального масштаба. В принципе, сегодня, используя формат PNG, мы уже можем для снимка задать масштабы по осям. Не привязывая его, но можем задать. И я говорю, что если мы можем опустить локальный масштаб, и тогда использовать тот масштаб, который у нас определен для всего снимка. Не вопрос. Но если у нас масштаб этот не может быть распространен на все точки одинаково, тогда мы можем задать локальный масштаб. в принципе, я в описании говорю, что у меня каждая, то есть, практически для каждого пункта, если пройтись по описанию, там описано, что каждый пункт может быть опущен, и в этом случае расписано, что это значит. То есть, например, если мы описываем координаты на изображении, этот пункт может быть опущен, потому что мы можем просто описывать, где был сделан снимок. Этому не соответствует никакая точка на изображении, это просто где был сделан снимок. Мы можем описывать повороты. Повороты могут быть описаны, могут быть не описаны. Хорошо, мы просто описали точку. Описали повороты, не описали масштаб, описали положение снимка, описали какие-то такие сочетания я попытался заложить. Честно, то, что я попытался сделать, почему я даже, наверное, рвался на эту конференцию, потому что сейчас в рассылке по ПНГ идет обсуждение о том, чтобы принять EXIF. Эта система, она не сильно конфликтует на самом деле с EXIF, но там сейчас как бы такая мусируется идея о том, что все уже сделано, все сделано хорошо, если где-то что-то один раз сделано, не надо пытаться сделать лучше. Ну вот я надеюсь, что мы силами хотя бы кого-то из тех, кто присутствует, во-первых, сможем сделать лучше, во-вторых, сможем показать живым примером, что это можно сделать лучше. У меня, я понимаю, что это вот это всегда приветствуется, это две проблемы, которые у меня, я просто сейчас вижу. Может быть, я надеюсь, что кто-то хотя бы из присутствующих прочитает то, что я там написал и напишет еще, 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 и будем думать, как это решать, как от этого избавляться, переводить это на английский язык и засылать в рассылку с тем, чтобы принималось что-то продвинутое, а не копировалось то, что уже сделано где-то до нас в 95-м году. вопросы, пожелания, предложения? А если спутник снял северный полюс, то есть северный полюс в середине снимка, в этом формате его взгляд можно? Ну, мы используем любую систему координат. Мы все, что можно описать в ВКТ 2.0, а ВКТ 2.0 позволяет использовать как геоцентрить, как круговые, так и прямоугольные системы координат. Мы можем использовать полярные, мы могут вот ну, я сейчас просто не найду вот так. То есть это вот это стандарт. позиционируется любая точка на снимке. Можно одна, можно несколько. Я вот так вот открою, да, то есть кто может позиционироваться? Можно позиционироваться какая-то точка. Стандарт позволяет любое количество, соответственно, и здесь тоже может быть любое количество точек. Ну, мы же не знаем какого размера у нас снимок. У нас может быть это изображение с картой всей планеты. Я, кстати, да, я понимаю, что здесь еще может быть какими-то другими дополнительными чанками, есть еще куда расширяться. Вот сегодня мне Артем рассказал совершенно прелестный случай, когда у нас есть карта с полями, с большими полями. Атлас и с карт с большими полями. На полях что-то написано. То есть все эти поля, они имеют значение, если мы хотим смотреть снимки по отдельности, но если мы хотим склеить из них карту, их надо обрезать. Соответственно, я не знаю, насколько сегодня вообще хоть какой-то существующий формат позволяет разделить ПСД. Машина читаемая и геопривязанная, да? И погоди, но ПСД все равно он позволяет тебе отключить, но он не позволяет тебе определить, до какого места ты должен склеиваться. с с с с